Удары дронами и ракетами. Российские военные дважды за сутки обстреляли Кривой Рог. Беспилотники в российских регионах. Выборы прошли, губернаторы остались. Когда у вас фальсификация, то это, конечно, уже не настоящие выборы. Голосование на оккупированных территориях Киев и Запад не признает. А также запрет на въезд в Европу автомобилей с российскими номерами и землетрясения в Марокко. Об этих и других событиях дня сегодня понедельник, 11 сентября. Я, Мелни Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. И снова начну с обстрелов. Две атаки подряд пережил сегодня украинский Кривой Рог. Удар по городу российские войска нанесли дронами Камикадзе и ракетами. Первый поздно ночью, второй уже утром. Местные власти просят жителей не снимать и не выкладывать фотографии и видео, чтобы не помогать противнику координировать удары. Поэтому кадры только такие. Воздушную тревогу объявляли ночью во всех южных областях Украины, кроме Одесской. О 13 сбитых дронах отчитались воздушные силы ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Несколько пожаров и взрывов произошло за минувшие выходные в аннексированном Крыму. В Симферополе горела воинская часть на улице Калинина. Местные жители рассказывали, что пожар начался возле складов с боеприпасами. Вот как это выглядело. Пророссийский советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что черные клубы дыма – это обычное бытовое возгорание. О взрывах также сообщали жители поселка Новоозерное. Это на северо-западе полуострова. После чего местные власти заявили о трех сбитых беспилотниках. Кроме того, в субботу пожар начался в районе Феодосии. Крючков сообщил, что загорелась трава. С течением времени Россия будет готова полностью ликвидировать эту угрозу, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников. Но пока удары по российским регионам продолжаются. Два дрона сбили сегодня в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Власти приграничных областей регулярно объявляют о поражении украинских дронов Камикадзе. Киев удары по российским территориям официально не комментирует. А в России прошли региональные выборы, на которых избирали депутатов, в местные парламенты и муниципальные образования, губернаторов и мэров, включая мэр Москвы. Сюрпризов не случилось. Окончательно все голоса еще не посчитали, но основные итоги уже известны. Главы регионов остались на своих местах. Единая Россия сохранила большинство в местных парламентах и места в Госдуме. Многие губернаторы от Единой России, которые должны были переизбраться, переизбрались с результатом в 70-80%. Рекордсменом, вероятно, станет глава Кузбасса Сергей Цивилев. У него почти 85% голосов. Впрочем, Кемеровская область последние годы показывает так называемую электоральную аномалию. Там и рекордная явка, и высокие результаты кандидатов от власти. А вот в Хакассии главой остался 35-летний коммунист Валентин Коновалов. Единая Россия выдвинула против него своего кандидата депутата Госдумы Сергея Сокола. Его представляли как ветерана так называемой специальной военной операции, то есть участника войны в Украине. Но рейтинг Сокола так и не смог подняться выше действующего губернатора, а за неделю до выборов он и вовсе снял кандидатуру по состоянию здоровья. В этом же регионе Единая Россия проиграла по спискам ЗАГС Собрания. 36% против 39 УК ПРФ. А самый многопартийный парламент будет в Ярославской области. В него по спискам прошли шесть партий, включая партию пенсионеров. Представители оппозиционной партии «Яблоко» попали в несколько городских ЗАГС Собраний. Так, в Гордуме Екатеринбург они набрали чуть больше 10% голосов. Независимые наблюдатели фиксировали все три дня голосования. Практически в каждом регионе нарушение от вброса в бюллетеней до каруселей и принуждения бюджетников к голосованию. Пусть представитель тогда поднимите крышку, она открыта. Эти бесконечные фейки, ложные сообщения большими партиями, вот эти вот волны нагнетания, что вот мы нагнетаем, что вот-вот-вот сейчас произойдет какие-то массовые вбросы, вот это желание сделать такое, скажем, систему, я бы сказала, настроение психоза, ничего такого новенького, экстраординарного мы не обнаружили, по накатанной схеме действовали. Ну, мы к ней готовы. Ну, скорее всего, что-нибудь президентский выбор новый придумают. Ну, я думаю, что мы с этим тоже справимся. В мониторинговой группе «Голос» заявили о многочисленных нарушениях во время голосований за фальсификации. Как утверждают активисты, эти выборы нельзя считать настоящими. Отметили они еще одну особенность нынешних выборов. Это такое неприкрытое использование силового ресурса государством и, в общем, довольно неприкрытое направлительское отношение к закону со стороны членов избирательных комиссий в некоторых регионах. Начиная с пятницы и вот по сегодняшний день продолжается силовое давление на кандидатов, на наблюдателей, на членов комиссии, на представителей СМИ, причем с участием полиции. Полиция задерживает наблюдателей членов избирательных комиссий, удаляет их с участка, составляет какие-то совершенно нелепые протоколы. Когда у вас фальсификации, то это, конечно, уже к выборам голосований отношения уже никакого не имеет. Добавлю, что само движение «Голос», которое фиксирует нарушения на выборах, признали в России иностранным агентом. А незадолго до единого дня голосования у активистов «Голоса» прошли обыски. Против сопредседателя организации Григория Мельканьянца завели уголовное дело. Уже почти месяц он находится в СИЗО. Российский политолог Дмитрий Орешкин, несмотря на то, что также считает, что настоящих выборов в России нет, говорит при этом, что для оппозиционно настроенных граждан имеет смысл участвовать в голосовании. По мнению Орешкина, выборы, как бы там ни было, один из немногих остающихся в России способов продемонстрировать свое отношение к власти. Приходя на выборы, ты не то чтобы участвуешь в процедуре, которая не имеет политического смысла, в прямом смысле слова она не назначает нам новую власть. Нет. Советские и, соответственно, путинские выборы рычагом определения кадрового состава и политики власти не являются. Они являются ритуалом. Но через этот ритуал можно послать свое мнение, свой сигнал. Я воспринимаю вот этот обряд как способ демонстрации. Люди же, когда выходят на улицу в поддержку свобод или в поддержку каких-то конкретных политических заключенных или еще по каким-то поводам, они же не рассчитывают, что вот власть сейчас испугается и сделает так, как от нее что-то требует. Эти люди решают проблему нравственную. Им надо зафиксировать свою позицию. Больше четырех тысяч избирательных компаний различного уровня Россия провела и на захваченных украинских территориях в так называемых ДНР и ЛНР и в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Ни одну из них российская армия полностью не контролирует. Так вот, там Москва хочет сформировать подконтрольные региональные парламенты и местные советы. Голосования прошли также в аннексированном Крыму и Севастополе. Российские власти говорят, явка в этих регионах была очень высокой и везде победила партия «Единая Россия». Отмечу, как именно проходили так называемые выборы на этих территориях неизвестно. Независимого наблюдения на участках не было. Законный мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупационные власти принуждали местных жителей голосовать. Так, по его информации, в некоторых случаях к людям домой приходили люди с автоматами, которые показывали, где именно ставить отметку в бюллетене. Отмечу, Украина, США и другие страны Запада не признают итоги выборов на оккупированных территориях и называют их нелегитимными. И к другим темам. В ходе масштабной операции украинских разведчиков в Черном море Украина вернула контроль над вышками «Бойко». Это газовые и нефтяные платформы недалеко от Крыма. Россия захватила их еще в 2015 году после аннексии полуострова и использовала в том числе для наблюдения с помощью радиотехнической разведки. Об этом сообщают украинские военные. Ведомство опубликовало видео, на котором, как говорится в описании, показаны кадры спецоперации. Под контроль удалось вернуть буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также самоподъемные плавучие буровые установки «Таврида» и «Севаш», сообщает ГУР. Кроме того, украинские спецназовцы захватили запас вертолетных неуправляемых авиационных ракет, а также радиолокационную станцию «Нева», способную отслеживать движение судов в Черном море. Эта операция была тайной, потому что если бы враг понял, что мы настолько близко подходим к его позициям, он бы противостоял нам так или иначе, потому что это пощечина, так сказать, для противника. Во время одной из фаз этой спецоперации произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и экипажем российского истребителя Су-30. В результате российский самолет был поврежден, сообщает ГУР. Россия потерю контроля над вышками бойко не комментировала. Пророссийский военный блогер Рыбарь при этом пишет, что накануне российская авиация пресекла очередную попытку Украины высадить десант на Крымском полуострове. Ранее о боях за платформы сообщала британская разведка, называя их стратегически важным объектом между Крымом и Одессой. ВСУ удалось освободить часть села Опытное в Донецкой области, сообщила замминистра обороны Украины Анна Малер. Село находится примерно в трех километрах от аэропорта Донецка. Кроме того, украинские войска продвигаются в районе Клещеевки. Это село под Бахмутом. Они вытесняют противника с занятых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Там идут тяжелые бои, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Недалеко от линии фронта, под пригородом Бахмута, побывали наши коллеги из настоящего времени. В этом селе не осталось ни одного двора, куда бы не попал российский снаряд или осколок. Совсем недавно бои проходили всего в нескольких километрах отсюда. Сейчас с продвижением украинских солдат вперед фронт отдаляется, а в селе по-прежнему живут люди. Бабушке Жене и дедушке Виктору сосед как раз привез гуманитарную помощь. Дедо, бабушка, где? Сегодня был в городе, а машина поломалась, разводить некому. То приехал, загрузился, потому что теперь развожу по селу. Я развез на 15 семей. Ну а там, то что осталось? Крепимся тут. Бачите, у вас прилеты. Дивите, одни, вон вторые. А так чем занимаетесь? Чем? Ой. Каждый день ремонтом. Как ты? Ремонт. Там раскрыло, накрыло, там раскрыто, накрыло. В дом Евгения и Виктора снаряды прилетали уже четыре раза. Но сейчас пожилая пара радуется, чем дальше фронт, тем меньше прилетов. А вот и украинские военные Вячеслав и Михаил, они только что вернулись с позиции. Их батальон стоит под самым Бахмутом. Задача, пока другие украинские подразделения штурмуют город с флангов и продвигаются к Клещеевке и Андреевке, не пустить российские войска в сторону Константиновки. Продвигаются где-то по сторонам Бахмута. Сверху, снизу, в районе Клещеевки идут ребята. Но опять-таки не из нашего батальона. Наши позиции мы пока держим. У нас приказ такой, держать. Ребята держат. Враг тоже держится. Враг тоже воюет. Ведет себя дерзко. Именно дерзко. Дроны, сбросы, постоянный артобстрел. Снайпер, снайпер докучает. Может быть и не один. Каждый день. Каждый день. Вот церковцы уже его заметили. Сейчас постреляют, буду мовчать. А тогда начнут те. Я на них такая злющая. И начинают. Артиллерия стреляет. В последних сводках российского министерства обороны отдельно про ситуацию под Артемовском, так российские власти и военные называют Бахмут, ничего не говорится. Ведомство сообщает лишь об уничтожении трех опорных пунктов командно-наблюдательного пункта и пункта временной дислокации ВСУ в районе Клещеевки, Ивановского, Курдюмовские и Звановки. О продвижениях российских сил на других направлениях в сводке за 11 сентября также ничего не говорится. Пытки стали частью системной политики запугивания, которую Россия проводит в Украине. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс. О ее выводах написала газета Нью-Йорк Таймс. В свои оценки эксперт делает на основе задокументированных случаев применения пыток на оккупированных территориях Украины и в отношении украинских пленных со стороны представителей российских силовых структур. Эдвардс побывала в Украине с недельной поездкой и сейчас уверена, что пытки со стороны российских военных и представителей других структур нельзя назвать случайностью или отдельными инцидентами. «Это часть государственной политики устрашения и наказания с целью получить информацию или признание», подчеркивает специальный докладчик ООН. Она добавила, что получила свидетельства о пытках током, избиениях, имитации казней, угрозах насилием, принуждении к длительному пребыванию в одной позе и других методах. Российские власти ранее отвергали все обвинения в применении пыток, высказывая ответные претензии в адрес украинских военнослужащих. В самой России пытки давно стали обыденностью и государственной системной проблемой, говорят правозащитники команды против пыток. В августе эту организацию признали иностранным агентом, но она продолжает работать в российских регионах. Согласно исследованию, которое получили правозащитники, часть населения в России не просто одобряет пытки, но считает их необходимыми для отдельных категорий заключенных. Беда в том, как говорит руководитель команды Сергей Бобенец, что Россию в ближайшее время ждет всплеск насилия. Причем по отношению к рядовым гражданам. Вот как он объясняет, почему. Законодатель упростил трудоустройство правоохранительных органов для тех, кто возвращается со специальной военной операции. В том числе для тех, кто получил какие-либо травмы, с которыми он не может служить больше, но он может устроиться в полицию, к примеру, или в Нацгвардию, может быть, в Павсин даже. Но при этом в законах не говорится ничего о реабилитации, о том, чтобы этих людей подготовить к возврату в мирную жизнь. И представьте, человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он возвращается в мирную жизнь, его берут в полицию, дают ему оружие, он идет патрулировать улицу, и тут у него происходит какой-нибудь нервный срыв, паническая атака или еще что-то, что он может сделать, находясь в толпе, простые рядовые граждане. И они, будучи травмированными очень глубоко людьми, начнут вот это нормализованное и одобряемое насилие применять в общении с обычными рядовыми гражданами. Мы получим всплеск дел, связанных с пытками, с убийствами, с изнасилованиями, похищениями, избиениями и со всем остальным. Мы полагаем, что в ближайшие годы вот эти люди вернутся, и у нас просто будет такое огромное количество дел, что помогать нужно будет всем и везде. Имя Алексея Навального звучит при обсуждении списков на обмен с заключенными между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на ряд пожелавших остаться анонимными чиновников из западных стран. В статье утверждается, что Москва в первую очередь настаивает на освобождении Вадима Красикова, вероятного сотрудника российских спецслужб, осужденного в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангашвили. На переговорах между Москвой и Вашингтоном, как утверждается, звучат имена граждан США Пола Уиллана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с весны этого года находится в московском СИЗО, по такому же обвинению. О том, что США хотят обменять Эвана Гершковича, ранее подтвердил и американский президент Джо Байден. Не исключена и более сложная схема обмена, при которой в список внесут и признанных политзаключенными российских оппозиционеров, таких как Алексей Навальный, которого недавно, я напомню, осудили на новый срок – 19 лет колонии особого режима. О возможном включении в списки на обмен российских оппозиционеров, а не только граждан США, Wall Street Journal сообщает впервые. Что касается россиянина Красикова, то поручение добиваться его освобождения, пишет газета, дал лично Владимир Путин. Но ситуация осложняется тем, что Красиков сидит в тюрьме в Германии и находится вне американской юрисдикции. В декабре 2021 года его осудили в Берлине по обвинению в совершении акта государственного терроризма. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы. Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения «Вымпел» и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангашвили в 2019 году в Берлине отрицает. Еще одна из обсуждаемых тем последних дней – запрет на въезд в Европейский союз автомобилей, зарегистрированных в России. ЕС теперь расценивает это как запрещенный импорт, говорится в разъяснении Еврокомиссии. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала подобные меры «расизмом». Из документа Еврокомиссии следует, что на границе Евросоюза машину с российскими номерами могут арестовать. Подобные случаи уже были в Германии. Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении 21, в том числе код 8703. Происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Это была цитата из документа Еврокомиссии. Кроме автомобилей, перечислены и другие предметы, ввоз которых из России в страны ЕС теперь запрещен. Среди них ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, косметика и даже шампуни. При этом отмечается, что пояснения Еврокомиссии, хотя и опубликованы на ее официальном сайте, носят рекомендательный характер, поскольку толковать законодательство ЕС уполномочен только Европейский суд. Насколько таможенники на практике будут руководствоваться этими пояснениями, пока не ясно. Российский сенатор Андрей Клишес призвал ввести зеркальные санкции и, цитата, повлиять на отмену подобных дискриминационных правил. Ранее представители ФРГ в разговоре с Радио Свобода отмечали, что хотя список запрещенных к ввозу вещей вступил в силу еще в июне, таможенный контроль проводится выборочно и ориентирован на особые риски. Чтобы изъять вещи, таможенным органам нужно сначала доказать, что они произведены в России. Однако эти слова были сказаны до публикации разъяснения Еврокомиссии. Посольство России в Финляндии выпустило рекомендацию воздержаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами. В Марокко, где в пятницу на прошлой неделе произошло сильное землетрясение, самое мощное в стране за более чем полвека, спасатели спешат использовать все возможности, чтобы спасти выживших. К усилиям по поиску людей присоединились спасательные группы из Испании и Великобритании. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли около 2,5 тысяч человек. Примерно столько же ранены. Магнитуда землетрясения составляла 6,8. После него было еще несколько толчков меньшей силы. Эпицентр находился в Атласских горах. В одном из крупнейших городов страны – Маракеше, оказавшемся примерно в 70 километрах от эпицентра, есть значительные разрушения в популярной среде туристов Медини. Это старая историческая часть города. Селения в горах, непосредственно в районе эпицентра, разрушены до руин. В семье Хамида и Фатимы в одном из таких сел спаслись все, кроме 8-летнего младшего сына. От дома практически ничего не осталось. Все началось где-то в 11, в половине 12 ночи. Мы ужинали, и я попросил сына принести нож из кухни, чтобы нарезать десерт. И как только он пошел на кухню, начались толчки. Он побежал туда, где вы сейчас видите развалины. Он оказался под завалом, высотой в полтора-два метра. Электричество отключилось. Мы оказались в темноте, и облаке пыли. Был треск. Стены, камни, все начало падать. Сначала мы не поняли, что происходит. Мой сын нашел телефоны, и мы использовали их, как фонарики. Сейчас вы видите, вся наша деревня в руинах. Многие марокканцы сейчас ночуют на улицах. Кто-то лишился жилья, кто-то просто боится оставаться в доме, полагая, что после землетрясения могли появиться трещины, поэтому стены могут рухнуть в любую минуту. Соболезнования и слова поддержки поступают со всего мира. Их направил даже Алжир, разорвавший дипломатические отношения с Марокко в 2021 году. Власти Алжира заявили, что глубоко соболезнуют братскому марокканскому народу в связи с трагедией. Что ж, на этом у меня сегодня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Вы подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит. И, конечно, берегите себя. Я Мелани Бачина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова